Здравствуйте! На седьмом канале программа «Живые мысли» я, Сергей Ким, и прежде всего с огромным удовольствием представляю сегодняшнего гостя. С нами профессор Красноярского педагогического университета, обладатель почетного знака за заслуги в развитии олимпийского движения в России, Валерий Усаков. Валерий Иванович, большое спасибо, что в этот день вы с нами, потому что понятно, что за 4 часа 12 минут до открытия Сочинской Олимпиады, ну просто некрасиво о чем-то другом говорить, это очень важное событие. А почему Олимпиады такие важные? Ну это повелось издревле. В древнегреческом обществе Олимпийские игры представляли собой праздники мира, прекращались войны, все собирались в одно место и состязались в мирном соревновании, показывая, насколько сильны экономические города и те территории, которые посылали туда, в Олимпию, своих замечательных атлетов. Ведь многие традиции из древней Греции, из древнего Рима умерли себе и умерли, да? А почему это осталось? Почему, когда вот ее возразили, там, Пьер де Кубертен, почему вот сейчас действительно так получилось, что, вот мы говорили об этом с вами перед эфиром, четыре чемпиона, четырежды чемпион мира, в общем, он в итоге все равно меньше, чем один раз олимпийский чемпион. Статус олимпийского чемпиона – это самый высокий статус в спортивном мире, да, вправо, и в общественном, поскольку сами по себе Олимпиады не воспринимаются сейчас уже, да и тогда в древней Греции, не воспринимались как чисто спортивные мероприятия. А за последние 110 лет, которые существует современное олимпийское движение, олимпийские игры стали самым значительным культурологическим явлением современности. Поэтому статус победителя таких игр чрезвычайно высок. Спортивные состязания прежде всего. Что еще вот в культурологическом, в культурном смысле? Что это еще? Чего праздником это называют? В древней Греции, помимо атлетических соревнований, в олимпийской программе было более 160 конкурсов искусств. А сейчас мы видим примерно то же самое. Соревнуются артисты, которые претендуют на то, чтобы попасть на Олимпиаду и выступить на этой Олимпиаде перед спортсменами. А почему Валерий Иосифович так много и страстно, и главное, со знанием дела говорит об истории Олимпийского движения, станет из его визитки. Давайте еще с удовольствием вам напомним биографию Валерия Иосифовича. Усаков Валерий Иосифович, профессор, доктор педагогических наук. Свой трудовой путь начал в качестве инструктора парашютного спорта. Был и школьным учителем физкультуры. Успел поработать депутатом Красноярского городского совета и законодательного собрания края. Опубликовал более 400 научных статей. Создал уникальную энциклопедию «Красноярский спорт. От а до я. Люди. События. Факты». Является автором программ развития физической культуры и спорта в крае. Обладатель многочисленных наград и медалей в области спортивной педагогики. Один из таких знаков отличия получил за заслуги в развитии Олимпийского движения в России. Лауреат конкурса ЮНЕСКО в номинации «Спортивный ученый». Владимир Владимирович, вы извините, пожалуйста, но я вас попрошу все-таки ограничить исторические моменты, текущие моменты. Вот у нас есть Олимпиада в Сочи, она уже фактически началась. Две красноярские спортсменки уже активно на ней выступили. Мне очень важно за сегодняшние 20 минут, чтобы вы дали нам совет, как нам здесь, в Красноярске, почувствовать себя участниками вот этого спортивного праздника, вот этого события, которого спортсмены ждут, ждут тренеры, но ждут и все остальные. Вы сами на скольки Олимпиадах побывали? Мне удалось побывать на трех Олимпиадах. Первой Олимпиадой я попал случайно, я был на стажировке в Соединенных Штатах Америки. И должен вам сказать, что был в другом городе, не в Атланте. И такое было впечатление, что Олимпиады вообще-то и нет. И я специально на один день приехал в Атлантус, чтобы увидеть эту Олимпиаду и почувствовать ее дух. Особого духа в Америке я не почувствовал. А вот на Олимпийских играх в Греции была такая аура. Это какой год, напомните? В 1994 году в Олимпийские игры в Греции, в Афинах, это была такая аура. Ну, очевидно потому, что это родина Олимпиад. Это действительно был праздник. Всего? Всей страны? Всего греческого народа? Не только всего греческого народа. Это всех тех, кто собрался на этот праздник со всех концов мира. А вот тот, кто находится сейчас в Сочи, он получит свое? Я надеюсь, что мы даже с одним из известных красноярцев установим связь, сейчас наши редакторы этим занимаются, чтобы они передали, что они чувствуют. Ну, понятно, что там атмосфера, там ходят вокруг эти чемпионы, там, соответственно, трассы, побежал сюда и все. А что еще удается? Что в атмосфере остается неизгладимым впечатлением? Вот если признаться честно, то словами передать это очень трудно. Поскольку та атмосфера этого явления, которое называется Олимпиада, вызывает у человека какие-то необъяснимые чувства. С одной стороны, гордость за то, что ты тут и что ты в центре этих событий. С другой стороны, что ты можешь видеть выдающихся личностей современности, что ты их современник, что ты видишь это. Не читаешь где-то там, в те далекие времена, про Мелона Кротонского, а ты видишь. А третье чувство, когда твой земляк, твои знакомые, твои очень хорошие друзья выступают на этой Олимпиаде и представляют твой город, твой край, твою территорию, твою малую родину. Это совсем другие чувства. А вот на какие соревнования идти? Вы выбирали именно из-за того, где знакомые, где красноярцы, где там россияне или по виду спорта? Ну, дело все в том, что мы формировали делегации здесь, в Красноярском крае. То есть вы уже все приготовили здесь. И мы уже смотрели расписание соревнований наших спортсменов и пытались найти и купить билеты туда, где выступать будут наши. И я помню триумфальные победы Буэйсара Сайтеева, где мы, в общем-то, Огрипли, поддерживая его, не знаю, слышал ли он нас. Но, надеюсь, слышал, поскольку, когда он проходил мимо трибуны, он нам махал руками, нас видел. Не знаю, насколько повлияло наше участие на победу Буэйсара Сайтеева. Я думаю, что это такой выдающийся человек, который мог бы победить и при пустых трибунах, но поддержка для них очень важна. А корреспондент Седьмого канала поедет на вторую часть соревнований, и будут прямые репортажи, и все. И атмосферу Сочи я примерно представляю. И там находиться, конечно, большой праздник. И там, собственно говоря, внутри праздника и особенно придумывать нечего. Только успеть. Значит, 98 наград разыгрывается, значит, будет 98 финалов в горах, под горами, в этом центре, в этом, там, одних ледовых стадионов, там, до десятка. А, и там, главная проблема, всюду успеть. А как нам болеть? Нам надо болеть у телевизоров, посылать смс-ки и звонить по телефону знакомым и друзьям, которые там участвуют, нашим близким людям. Мне кажется, вот наше стремление, желание вот телепатически может, может быть, передастся и им, и это может оказаться. Вы верите? Вы верите в такую энергетику, ну, в телепатию, например, вот там, что красноярский, мы у телевизора, вот сейчас вот там болеем за, ну, условно, за Сашу Третьякова, да? И он это чувствует. Вы верите в это? Я разговаривал с Женей Устеговым, я разговаривал с Сашей Третьяковым, спрашивал их ощущения и говорил, ребята, вот там, далеко, за океаном, в Ванкувере, вы нашу-то тут поддержку чувствуете? Вы верите, что мы за вас тут болеем? Они говорят, мы верим. Ну, раз они верят, а мы искренне болеем, давайте все искренне болеть за наших, и они победят. Хорошо, давайте посмотрим, за кого нужно голоса в этот раз болеть. Вот фактически уже нужно болеть, потому что старты-то официальные уже начались, и моряка Пертахи и Катя Батурина уже выступили. Вы, кстати, говорили, что вы моряку видели. Да, я видел ее вчера, она выступила, но была небольшая ошибочка у нее с точки зрения профессиональной, там, оценивать технику я не берусь, поскольку не являюсь специалистом в этом виде спорта, но у нее есть шанс. Выступила неплохо. Она выступила неплохо, она может... Прошла, по крайней мере, вот это. Нет, с первого раза она не прошла, ей еще предстоит еще одна квалификация, и если все сложится удачно, она может бороться за, еще в одной квалификации, бороться за попадание в финал. Понятно. Это очень важно. Я, конечно, извиняюсь, что я не напомнил телезрителям, телефонный, наш телефон прямого эфира, 2-58-11-26. Звоните, пожалуйста, высказывайтесь, как вы собираетесь болеть за красноярских спортсменов. Может быть, какой-то совет спросит и у почти профессионала в болении, и, по крайней мере, историка олимпийского движения. А сейчас у нас очень интересный момент. Мы дозвонились красноярцу, известному, известному ресторатору, Владимиру Владимирову. Владимир Владимирович, есть подозрение, что вы меня уже слушаете? Слышите? Да, добрый вечер. Здравствуйте. Замечательная связь. Владимир Владимирович, ну мы, во-первых, вам завидуем, да, поскольку оказаться на таком празднике. Скажите, пожалуйста, как атмосфера? Очень шикарно. Все построено очень хорошо. Масштабные объекты, конечно, такое за пять лет освоить, ну мне даже и не представлялось, что такое возможно. Кого еще? Атмосфера. Мне, к сожалению, впервые удалось попасть на Олимпийские игры, как бы, и посмотреть их изнутри. Потому что я был раньше на Олимпийских играх и на чемпионатах мира, ну обычно как гость. А вот с аккредитацией, конечно, впервые. О, вы даже аккредитацию получили? И поэтому, как бы, могу много рассказать, конечно, на тему. Хорошо. Кого из красноярцев видели? Так как я живу в горном кластере, так называемом, в Розахутор, пока здесь наша делегация, которая состоит из горнолыжников, станочников, попслеистов, ну и сноубордистов. И одно соревнование уже прошло, вы его обсуждали, я был на этом соревновании. А Алены, я прошу прощения, Кати или моряки? Моряки. Моряки, да. Как у нее вообще настроение, как вы ей помогали? Ну, я ее лично не видел, но многих ребят я видел, мы сделали фотографии. Все, конечно, как бы заняты спортом, нету пока, нету всевозможных таких развлечений, их здесь и пока нет. Как бы готовятся к старту, ребята серьезно настраиваются, и поэтому я стараюсь, конечно, никого не домогать, русский дом у меня прям рядом, я туда захожу, общаемся маленько. Только что был у Павла Ростовцева, прямо на стрельбище, мы поговорили, мелко готовят ребята, сделали. Владимир Владимирович, вот оттуда, из Сочи, какой совет тем, кто болеет за наших спортсменов здесь в Красноярске? Что нам надо смотреть? Посмотрите вопрос. А вот из Сочи, ваш совет, как нам болеть? Может, какие-то отдельные соревнования, может быть, мы чего-то там, вот вы открыли какие-то новые грани соревнований, что нам надо смотреть? Я, как старый такой олимпиец, можно сказать, болельщик со стажем, конечно, я люблю хоккей, в первую очередь, хоккей, но я думаю, это все понимают, что хоккей это гвоздь, как бы олимпийский, олимпийский такой, скажем, может быть, он, ну, как бы, не официальный, но реально так и получается. Фигурное катание, и для других, в принципе, все виды спорта. Я стараюсь ходить на все виды спорта, хотя бы... В общем, смотреть больше и больше, это ваш совет и срочек. Владимир Владимирович, спасибо большое, я уверен, что наши новости с вами будут связываться еще неоднократно, чтобы получить впечатление. Спасибо большое. Да, я, кстати, буду участвовать в открытии олимпийских игр, правда, с командой Таджикистана, поэтому смотрите, болейте, но болейте... Спасибо, будем следить, может быть, увидим и вас, да, вы тоже, вы тоже красноярец, да, мы за вас тоже будем болеть и будем вашему виду радоваться. Спасибо, Владимир Владимирович, давайте посмотрим, все-таки напомним нашим зрителям, за кого надо болеть. У нас подготовлен сюжет, 14 красноярских спортсменов, давайте сюжет посмотрим. Красноярский край на играх представляет 14 спортсменов, 4 сноубордиста, многократный чемпион России, участник ванкуверских игр Андрей Балдыков, чемпион мира среди юниоров Николай Алюнин, участница игр в Ванкувере, чемпионка мира Алена Заварзина, ее супруг, бронзовый призер чемпионата мира Вик Вайл, трое саночников, победительница юниорского Кубка мира в общем зачете Екатерина Батурина, а также призеры Александр Денисьев и Владислав Антонов. Двое скелетонистов, чемпион мира, обладатель Кубка мира и бронзовый призер Ванкуверской Олимпиады Александр Третьяков и серебряный призер этапа Кубка Европы Никита Трегубов. Двое бобслиистов, трехкратный обладатель Кубка мира, участник ванкуверских игр Дмитрий Труненков и чемпион России, дважды серебряный призер чемпионата Европы Николай Хринков в качестве запасного сборной. Во фристайле честь края будет защищать лыжница, победительница юниорского чемпионата мира Марика Пертахи. В биатлоне от Красноярска выступит олимпийский чемпион 2010 года Евгений Устюгов, а в хоккее двукратный чемпион мира нападающий клуба Каролина Александр Семин. Можно поболеть за еще одну уроженку в Красноярске хоккеистку Ию Гаврилову, которая, правда, сейчас играет в подмосковном клубе торнадо, но все-таки остается нашей землячкой. Валерий Ильич, вот даже телевизионщики, даже те, кто принимает участие, вот там, находятся непосредственно на соревнованиях, говорят, что по-настоящему картинку всю вот открытие или таких видов спорта, например, как лыжный бег, тот же биатлон, можно увидеть только по телевизору, потому что зритель находится в одном месте, а трасса, извините, многокилометровая. Как вы к этому относитесь? Ну, конечно, лучше смотреть по телевидению, поскольку современные средства массовой информации позволяют всю картину общих стартов показать в сборнике, и это очень здорово для тех, кто наблюдает в разных точках планеты это действие. Но само присутствие, сама аура этого мероприятия и для болельщиков, и для спортсменов, она очень необходима, поскольку гул, трибун, это адреналин в крови спортсмена, это заставляет учащенно биться сердце, стремиться к побеге, поскольку всё в открытом театре. Спорт это, по сути дела, театр без занавесей, и все свидетели всему, вот чем важно боление там, на спортивных объектах. то, что твоя эмоция, тот крик, шум, дыхание передаётся сопричастность. Потом люди ведь идут, покупают билеты не просто на любой вид спорта, стремятся попасть на тот вид спорта, который ближе по духу этому человеку. Наверное, кто-то занимался этим видом спорта, там выступают его, может быть, близкие, родные, знакомые, и это определяет ещё присутствие человека там, на этих соревнованиях. Вот сейчас распространено боление, скажем, там в клубах и всё. Вот между тем, когда вы смотрите в одиночку, ну или там, я не знаю, с ребёнком, там с женой, там с кем-то там втроём, да, и тем, когда собираются там минимум 20-30, иногда по 200 человек, есть большая разница. Давайте поговорим об этом после рекламы. Да, давайте. Да, сейчас прервёмся на рекламу. Реклама на 7-м канале. С моим гостем, историком Олимпийского движения, профессором Педагогического университета Валерием Иосящем Усаковым, мы обсуждаем, за кого и как болеть на начавшейся сегодня Олимпиаде. Ну, официальное открытие будет там через два часа, нет, через четыре часа с минутами, а соревнования уже начались. Валерий Иванович, вот вы одобряете, когда собираются люди группами болеть? Вот в спортбарах, может быть, с большими компаниями, студенческой группой и так далее. Какой там эффект происходит? Мне кажется, единого какого-то рецепта на этот счёт нет и быть не может. А вы как любите больше болеть? Поскольку нас на земле живёт 7 миллиардов человек, а все мы разные. Одни любят болеть в одиночку, смотреть, наслаждаться. Другие коллективисты, эти индивидуалисты, коллективисты хотят быть в коллективе, хотят видеть эмоции других, проявить свои, поболеть, покричать, увидеть, пообщаться, пообсуждать. И это тоже вызывает уважение. А как вы относитесь к тому, что там пиво непременные условия, а ещё, может быть, другие алкогольные, даже крепче? Я не сторонник употребления алкогольных напитков, пива тем более, вот на таких мероприятиях, поскольку это несовместимо со спортом, с одной стороны, и с самой идеей, гармонии тела и разума человека, поскольку и пиво, и алкоголь, они затуманивают этот разум. Он ничего хорошего не даёт. Можно поболеть, и отчего должно дать, вот это вот, вот что должен дать, от чего должен выделиться адреналин? От гола, забитого нашим спортсменом, шайбы, забитые в ворота. А если не идут голы? А если голы не идут? От точного выстрела, от хорошего... А если прицел сбился? Ничего подобного. От движения, от того, что... От переживания, от того, что спортсмен терпит неудачу, и это тоже ты сопереживаешь. Это вообще-то всё индивидуально, но если человек хочет это делать в группе, ну ради бога. У красноярцев есть ещё возможность на нескольких площадках красноярских в коллективе посмотреть просто открытие Олимпиады. И это можно, кстати, сделать на театральной площади сегодня в Красноярске. Сейчас корреспондент седьмого канала Олеся Рожкова находится там. Олесь, добрый вечер. Слышите ли вы меня? Скажите мне, пожалуйста, какие условия есть для театральной площади для боления? Есть ли там информация? Есть ли там экраны? Есть ли там ещё? Как вообще есть организованы это сейчас на театральной площади? 14 в Красноярске! 14 спортсменов, представители Красноярского края сейчас находятся в Сочи и уже начинают бороться за олимпийское золото. И самое важное, что мы с вами можем сделать для них, это поддержать их и скидить. Сергей, здравствуйте! Сейчас здесь, на театральной площади состоялось официальное открытие площадки LiveSite Сочи. 2014 был замечательный фейерверк, вот только буквально пару минут назад завораживающий взгляд. Сколько красноярцев пришло поболеть? Ну, я не знаю, десятки, сотни, несмотря на мороз, пришли, согрелись. Вот даже я приобщилась, купила себе флажочек и нарисовала флаг о том, как болеть за наших. Я сейчас поговорю с Владимиром Ивановичем Пусиенко, это совместитель руководителя управления политики. политики. Итак, Владимир Иванович, скажите, пожалуйста, как вот здесь можно поболеть на наших? Красноярску повезло. Красноярск вошел в пересень восьми городов, где организованы специальные площадки, на которых можно не только посмотреть какие-то репортажи, олимпиады, я думаю, красноярцы будут приходить сюда, для того, чтобы отмечать успехи в выступлении красноярской команды. Здесь площадка расположена в центре города. Площадка открыта с 10 утра до 22 часов. Постоянно будет и трансляция, и будут работать творческие коллективы, различные конкурсы. В частности, вот здесь стоит машина Volkswagen, которая получится один из красноярцев, который посетил эту площадку, поучаствует в конкурсах и поболеет за наших земляков. Ну вот я посмотрела расписание, все-таки большинство выступлений именно наших спортсменов красноярских выпадает на, когда уже площадка не работает, так как уже после 10-ти никого сюда не пустят. Как тогда быть? Будут какие-то повторы? Тем не менее, будут повторы каждый день. Я думаю, что можно будет посмотреть и повторы, и тем не менее, ряд репортажей все же удастся посмотреть именно с этой площадки. Ага, все-таки, чем можно себя развлечь, чтобы не замерзнуть? Спасибо, спасибо, дорогие гости. Спасибо. Владимир Владимирович, поскольку вы не слышали этого разговора по техническим моментам, все-таки люди, которые собираются туда на площади, они не будут следить за соревнованиями, они будут праздновать, они будут делиться какими-то эмоциями в другом месте. Как вы считаете, все-таки, это не, ну, как бы, так сказать, не подменяет собственно спортивное содержание, когда важен результат, когда важен процесс, когда вот там бежит спортсмен там, я не знаю, полчаса, например, да, там 15 километров, да, вот это вот не подменяет, мы не подменяем спортивное содержание вот каким-то таким шоу, блеском, фейерверком. Но сами по себе спортивное соревнование для всех остальных, по сути дела, это спортивное шоу. Сам по себе результат это одно, а когда люди приходят и насладиться самим процессом состязания и окончательно увидеть результат в конце, это по сути дела и есть спортивное шоу. Людям надо дать возможность почувствовать себя сопричастным этому действу, этим соревнованием. Соревнования без болельщиков не бывает. Соревнования без болельщиков ничто. Точно так же и болельщики нам нужны для того, чтобы эти соревнования дали нам возможность проявить свои чувства, чувство уважения к этому спортсмену, уважения к той территории, которая воспитала его, гордиться им. Знаете, что меня всегда в этой ситуации смущает? В этом смысле вот в праздник, фейерверк и все, это всегда, вот это лидерство, это только первое место. Почему-то считается, что первое, если второе место занял, это уже как-то не совсем результат, да? А если там, не дай бог, только в десятки, ведь это же не так. Валерий Ильич, вот собираются со всей планеты ведущие, лучшие спортсмены. И вот из многих десятков тысяч людей, которые занимаются, многие из них профессионально этому жить, ты оказываешься в числе десятка, ну, там, двух десятков людей. Это уже победа. А вот такие праздники, мне кажется, они вот, ну, как бы вот, превращают это вот в такую вспышку, фейерверк, и спортивное настоящее. Уходит на второй план? Ну, как-то уходит, да, уходит, не достает мне этого. Мне кажется, нам надо, вот, и честно признаться и нам с вами друг перед другом и сказать нашим телезрителям, что каждый, кто попал на Олимпийские игры и занял там даже последнее место, это герой нашего времени. И не потому, что он там последний, а потому, что конкуренция очень высока. Ведь на всей планете из семи миллиардов живущих на Земле людей, сверходарённых к физическим способностям людей, которые бы могли показывать вот эти удивительные результаты, которые у нас вызывают чувство гордости и в кровь идёт адреналин, это люди уникальные. И их всего на планете 3%. Поделите эти 3% на всю территорию земного шара. На всё число, на все миллиарды на спорту. А потом на все виды спорта и оказывается, что у нас вообще-то это уникальные люди. Каждый из олимпиоников. Да. Вот просто очень важно, чтобы, когда мы смотрели спортивные соревнования, мы болели за всех, а не только за первое место. Мне кажется, что вот это вот аксиома, которую мы ещё, нам ещё предстоит с вами как бы ещё пропагандировать. Ну, сам спорт, он хорош процессом. Результат это венец этого процесса. А мы спрашивали у наших телезрителей на сайте. В каких дисциплинах красноярские спортсмены могут завоевать медали? Давайте посмотрим о результатах голосования. Ну, во-первых, побеждает хоккей. Хотя из всех, так сказать, наших людей, которые там отправились, там только Александр Сёмин, и он очень условно красноярский спортсмен. При этом каждый третий считает, ждёт побед в биатлоне и лыжном спорте. Понятно, что от Евгения ждут с Анной спорт, только 12% ждут медали. Хотя, мне кажется, что это неправильно. Там, вспоминая Сашу Третьякова и всё. Вы бы как ответили на этот вопрос? Ну, наиболее вероятные шансы, конечно же, получить медаль у Третьякова. Санный спорт? Санный спорт у Евгения Устюгова в биатлоне, поскольку там и шансов больше, там дисциплин больше. А в хоккее? В хоккее 50 на 50 пусть и останется, потому что... Ну, потому что да, потому что к хоккей у нас особое отношение. Это вне зависимости от его красноярцы или не красноярцы. Просто каждый россиянин не может не бояться за хоккей. Есть у нас неплохой шанс в Бобслее. Дмитрий Труненков, он в команде. Сам по себе Дмитрий Труненков это Аполлон, это красавец, это очень воспитанный, хороший, молодой человек, и который стремится к победе. Но вся беда в том, что он неодиночка. Я поздравляю вас с тем, что наступил замечательный день, день официального открытия Сочинской Олимпиады. Я поздравляю с этим и наших телезрителей. Пожалуйста, смотрите, потому что понимаете, что такие праздники бывают редко. Это настоящий праздник. Забудьте обо всех, об экономике, о каких-то там сложных социальных вопросах. Болейте за спорт. Будьте сами здоровы. Всего доброго. Напоминаю вам, что в живых мыслях сегодня у меня был профессор Красноярского педагогического университета, обладатель почетного знака за заслуги в развитии Олимпийского движения в России, Олег Иосиф Усаков. До свидания. До новых встреч. Спасибо.